Валерий Иванович, Валерий Иванович, Ваше первое впечатление о матче, а потом будут вопросы. На мой взгляд, абсолютно равная игра, со взаимными шансами, в которых, можно сказать, удача в виде неправильного решения судьи позволила хозяевам победить. Потому что такие пенальти на последней минуте, плюс с красной карточкой, честно говоря, много вопросов вызывает. Не хочется говорить о судействе, такой же пенальти в начале матча, в первом тайме не ставят, наши ворота на последней минуте ставят. Ну, это ладно, пусть на совести этого судьи останется. Что же касается игры, я уже сказал, равная игра абсолютно. И в этой равной игре, на мой взгляд, в атакующих действиях, мы были, может быть, чуть-чуть поострее. Не хватало нам, конечно, такой последней передачи завершающей, хотя предпосылки таких для хороших атак были, возможности у нас были, как в первом тайме, так и во втором. А чтобы вывозить очки на выезде, более с такой квалифицированной командой, надо, конечно же, забивать. Чего нам, к сожалению, не удалось сделать, но надо это пережить там, да, если мы сильная команда, если мы сильный духом, а я уверен в этом, что так оно и есть, мы будем дальше работать и двигаться, и набирать очки. Поэтому вот такой комментарий. А вы вот этот момент просмотрели? Ну, ничего, невозможности у меня не было там, но там, по крайней мере, руки откровенной, конечно же, не было. Вот, как говорит наш защитник, там, ну, естественно, посмотрим сейчас. А вот на серийной съемке, не на видео, на фото, вот, семь кадров сделано, и безоговорочная рука. Может быть, конечно, может быть, я и ошибаюсь, не знаю, но безоговорочная рука была и в первом тайме. Безоговорочная. Не, ну, я про второго не говорю, поэтому так. Давайте работу судьи не будем оценивать, там, есть люди, пусть они... Как вы готовились вот к этому матчу? Потому что две команды, которые держат мяч, которые не бьют его в свою половину поля в чужую штрафную, то есть и сами играют, и другим дают играть. Как вы к этому матчу готовились? Мы готовились очень серьезно, вот, естественно, там, ни одну игру просмотрели, и знали, как Воронеж строит игру, там, да, что у них такие креативные футболисты есть, и, в принципе, разнообразно могут играть и недодачу, и в контроль мяча, и в конце матча перешли, когда вышли два больших нападающих вообще на длину, то есть, мы, в общем-то, я повторяю, справились практически там, да, за исключением... каких-то там таких моментов в конце, в конце игры уже, поэтому готовили к серьезному поединку, и еще раз повторяю, ну, и ни в чем не уступили там, да, поэтому, ну, что сделаешь там, принял решение такое судья, ну, еще раз говорю, несколько такое странное. Ну, ладно. Конкретные задачи стоят перед вами за сезоном? Знаете, на этот вопрос всегда, на этот банальный вопрос всегда такой банальный ответ, там, да. Играть и радовать болельщиков? Там, чтобы у нас собирался полный стадион, вот, мы на пути к этому, там, да, у нас тоже очень хорошая атмосфера в Саратове, и я и благодарен, и болельщикам за это, за их поддержку там, да, и то, что они на выезды приезжают, поддерживают команду, поэтому, на мой взгляд, мы на правильном пути, и мы стараемся каждую игру выигрывать, и стараемся играть и для себя, и для болельщиков, естественно. Поэтому, вот, у нас такие задачи, выигрывать каждую игру, вот, и радовать наших болельщиков. Как это получается, там, ну, в принципе, еще раз говорю, там, да, достаточно так, на мой взгляд, неплохо выглядим, да, но некоторые очки, конечно, не добрали, но вот это может говорить любая команда и любой тренер, что какие-то очки не добрали. То, что есть, то есть, так, что будем дальше работать, и я думаю, что все будет нормально у нас. Павел Гусев, главный тренер Факева, по вашим услугам, Павел Пантелевич, ваш первый комментарий к прошедшему матчу. Ну, хочу поздравить всех болельщиков с победой. Победой в принципиальной игре хочу поблагодарить команду соперника «Сокол Саратов» за ту игру, которую они продемонстрировали здесь. Сегодня две команды, которые играли в футбол, невзирая на то, что принципиальная игра, вот именно была игра. Была игра без хамства, без грубости, было много борьбы, было много эмоций. Вот этим и нравится болельщикам футбол. Естественно, что в какой-то степени, понимая их состояние, состояние пропустить мяч в добавленное время, с 11-метрового, наверное, стоит пережить это. Я искренне желаю команде «Сокол», что так и будет. У них опытный тренер, хорошая команда. Наших болельщиков еще раз поздравляю с победой в принципиальной матче. И хочу поблагодарить ребят за то отношение, за то качество игры, которое они продемонстрировали. Естественно, такие игры зрелищными не бывают. С учетом того, что много-много борьбы на каждом участке поля, все с минимумом голевых ситуаций. Но благо то, что ребята проявили характер и смогли уже в добавленное время вырвать победу. Здесь уже понимают то, что нужно упрощать игру. Команда «Сокол» закрылась, оборонялась очень организованно. И поэтому мы сняли, выпустили сюда двух мощных форвардов. Заболотного и Касьяна. И уповали на то, что сможем за счет их мощи, за счет умения играть вверху, оказать давление в центральной зоне и добиться результата. Что, собственно, и сделали ребятам. Сегодня, очевидно, не пошла фирменная игра. Ну как фирменная? Отчасти фирменная игра команды в атаке, то есть с пустотными, свободными зонами, куда обычно врываются берегов. Но раздвежность была, но успевали накрывать в первом тайме. То есть остроты особой у ворот гостей, потом мы перестроили игру. С чем это было связано? То ли Бирюков не оптимально еще готов, то ли к защитникам. Здесь и то, и другое. Команда «Сокол» мы очень хорошо изучали. У них добротные два центральных защитника. Два центральных защитника плюс в этой зоне, в обходной зоне, больше в оборонительном плане работал у них Сабитов. И вот здесь вот насыщенность в центральной части поля сказалась на продуктивности атакующих действий. Расчет был на то, что Бирюков должен из глубины за счет своих скоростных качеств открываться и за счет подверша в большей степени. Мы играли, если вы обратили внимание, мы играли в три центральных полузащитника, два ниже Дутару и Гребнев. И на вершине этого треугольника был у нас Мурмин, в обязанности которого входило подыграть Коробову и Бирюкову. Бирюкову, чтобы он открывался между крайними центральным защитником, сюда в штрафную площадь, а Коробову доставить мяч в ноги за счет дриблинга, за счет своих скоростных качеств взрывных должен обострять был ситуацию. Но вот по первому тайму немножко этого не хватало, не было такой хорошей обостряющей передачи, хорошей обостряющей передачи. И Миша не совсем правильно открывался. Поэтому здесь немножко, если обратили внимание, мы играли сегодня без одного крайнего полузащитника. Мы играли с учетом того, что команда «Сокол», мы знали, что она будет играть с одним форвардом, с одним форвардом. И тут мы правую зону освободили для скоростных подключений сюда, в эту зону Багаева. Он фактически у вингера у нас играл сегодня. И сыграл довольно на неплохом уровне. Просто в концовке там не хватало последнего паса. А так его включения были достаточно хороши. Старты не хватало с этим. Ну, минимум возможностей, хотя были хорошие подходы, были в первом тайме, с моментом, когда сброс был, фаламберная атака с нацеленной передачей в центр. И Бирюков в касании отыгрывал на Дутова, удар накрыли его. И Гриннев обводящим ударом хорошо пробил. Все, были моменты, ну, такие, чтобы реально закончиться взятие в раут. Наверное, не тянуло. Подходы были. Все. Если брать оборонительные действия, то тоже есть вопросы в некоторых эпизодах, то по большому счету, Сокол практически ни одного такого мало-мальски серьезного момента практически не было созданного в наших ворота. Были там стандарты, в чем они опасны, потому что высокорослые. Здесь мы проигрывали в воздухе. Когда во втором тайме уже выпустил главный тренер Бурлаченко, выпустил Радченко, они еще больше стали иметь преимущество перед нами. У нас один высокорослый, это Шаха, который играл при стандартах с Абитовым. И здесь сразу, когда выпустил Радченко, сразу мы решили выпускать за Болотного, чтобы играть профессионально уже при стандартах у наших ворот, потому что в воздух мы проиграли. Проиграли все. И потом второго Касьяна, который вышел очень хорошо в игру, Саша Касьян, после длительной паузы такой, лечился долго и все. И вот он создавал определенную напряженность в шнафной почте. И хорошо и головой боролся, и мяч сохранял. Явно усилил такой очень мощный. А то, что Бекетов на левом фланге обороны практически сегодня был, это просто. Он и предыдущую игру в Хабаровске играл левого защитника. Но расчет тоже был на то, что с одним форвардом команда соперника играла, Каратая у них впереди играла, потом вышел туда Радченко второй форвард. Расчет был прост, потому что Бекетов, он не игрок обороны, он игрок средней части пуры. И расчет был, что поочередно они, Багаев и Бекетов, включаясь в атакующие действия, мы будем иметь, создавать численное преимущество в Центральной Африконе. За счет на это был.